Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Оксана Григорьевна Сыворова. Добрый вечер. Добрый. А также Дмитрий Сергеевич Мартынов. Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, вроде бы, наши зрители вас знают, конечно, вы у нас не первый раз уже в гостях, но, с другой стороны, я так чувствую, нужно вас отдельно сегодня представить, потому что после реорганизации третьего набора у вас есть новые полномочия. Дмитрий Сергеевич стал полноценным членом общественной палаты. Поздравляю. Спасибо. Оксана Григорьевна, вы раньше были председателем комиссии по науке и образованию, теперь у вас в ведении еще историческое наследие и патриотическое воспитание, правильно? Более широкий спектр у нас непреполномочий и обязанностей, соответственно, тоже. Также поздравляю. Не могу не спросить, что вообще об этом думаете? Какой аспект, какой ракурс эта работа для вас наиболее интересен? Ну, во-первых, хочется поблагодарить всех избирателей, которые нам, опять же, в очередной раз оказали такое высокое доверие. Мы как работали на благо жителей всего нашего района, так и будем работать. Для этого мы и стремились быть в общественной палате. А что по поводу комиссии, она стала у нас более, скажем, теперь спектр деятельности расширенной, потому что раньше мы занимались непосредственно наукообразованием, проблемами, вопросами, которые касаются этой темы. А теперь у нас еще и патриотическое воспитание. Оно у нас присутствовало и в прошлом созыве, но сейчас более будет широко представлено. Будем реализовать все проекты, которые были начаты в прошлом созыве. И еще историческое наследие тоже входит в нашу комиссию. Это немножко для нас новое, скажем так, веяние, но тем не менее будем осваивать и это направление. Поэтому полномочия решили. Скажите, а из-за чего решили такое действие вообще предпринять? Ведь раньше, я так понимаю, была у нас соответствующая комиссия, которая занималась историческими вопросами, историко-патриотическими испытаниями. Ну, оно же все тесно связано, потому что переплетается образование, история, наследие, патриотизм. Это все в едином, скажем так, оно в ключе познается и в едином ключе преподносится. Также нашей молодежи мы все должны это преподнести вместе. Поэтому так получилось, что комиссия должна быть именно в таком составе. Мы этому рады, конечно. Понятно. Дмитрий Сергеевич, я так понимаю, раньше вы ведь работали в рамках эксперта-консультанта общественной палаты, при этом у вас были собственные проекты, вы занимаетесь активно робототехникой в Одинцовском районе. К слову, уважаемые телезрители, именно робототехника. Сегодня у нас гость программы, именно о ней мы будем говорить и, в частности, конечно же, о работе общественной палате по этому направлению. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните. Напомню, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Дмитрий Сергеевич, ну вот если вернуться к вашей работе, почему решили вот так присмотреться сперва к работе палаты, а потом полноценно уже как член к ней присоединиться? На самом деле хороший вопрос. На тот момент, когда я был экспертом, я работал, скажем так, в качестве инженера в одном из государственных предприятий, и характер моей занятости не позволял мне в должной мере отдавать мое время общественной работе. Сейчас я занимаюсь несколькими собственными проектами, и поэтому у меня больше свободного времени и интереса к общественной работе в направлении развития технического творчества, робототехники в нашем районе Московской области. И я так понимаю, что в рамках сейчас вот вашей работы в рамках общественной палаты вы будете продолжать непосредственно свою вот эту вот тему. Это робототехника в первую очередь. Безусловно. А какие-то конкретные нюансы, что именно с помощью общественной палаты вы хотите развить? Ну, в первую очередь, это наш фестиваль робототехники и технологии Робо-Сити. В этом году он прошел в первый раз, значит, 15 апреля. Собрал свыше 800 человек на площадке волейбольного центра. Я презентовал его буквально на днях губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Робьеву, и фестиваль получил его поддержку. На площадке общественной палаты я в том числе планирую развивать этот свой общественный проект. В двух словах о самой презентации. Кому именно презентовали, кто присутствовал на этой встрече? На презентации, помимо губернатора, присутствовали директор агентства стратегических инициатив и вице-президент фонда Сколково Елена Зеленцова. Я ведь, если не ошибаюсь, именно на одном из фестивалей в Сколково, это конференция Сколково Работикс, вы присутствовали в качестве эксперта-консультанта общественной палаты еще тогда. Но вот какие у вас были впечатления, когда вы только начали с этой организацией работать, когда в Сколково попали как полномочные представители этой организации? Ну, скажем так, мы принимали участие, самое непосредственное участие в этом фестивале в Сколково. Двое наших учеников принимали участие в выставке и заслужили похвалы главного робототехника Сколково Альберта Ефимова. Ну, надо сказать, что это мероприятие, оно в первую очередь предназначено для взрослых разработчиков, для компаний. И оно вдохновило нас сделать мероприятие, региональный фестиваль для детей в формате Сколково Работикс. Презентация, которую вы уже упоминали, презентация перед губернатором нашей Московской области, нашего региона, она имеет какие-то долгоиграющие последствия? Может быть, вы дополнительное финансирование привлекли, может быть, нашли какую-то, скажем так, возможность вдохновить большее количество людей, которые имеют, так сказать, непосредственно отношение к муниципальным властям, к этой теме? Конечно, эта презентация, она имеет самые прямые последствия на развитие этого проекта «Робо-Сити». Безусловно, большое количество людей узнало об этом проекте и нам сразу стали писать заинтересованные, скажем так, люди из разных муниципалитетов Подмосковья с тем, чтобы принять участие в этом фестивале в следующем году. Надо сказать, что сам проект получил поддержку от агентства стратегических инициатив и фонда «Сколково». Оксана Григорьевна, я так понимаю, ведь Дмитрий как раз-таки сейчас ваш подчиненный, можно сказать, на вашей комиссии работает. Не в моей комиссии, но активно сотрудничает с нашей комиссией. И даже в этом году вот Дмитрий вместе с Денисом Владимировичем Фирсом, который в моей комиссии, они начали тоже, скажем так, маленький такой мини-проект, да? Детками с маленькими, такими вот, как у нас в дошкольном мире, они предлагают в качестве, скажем, занятий с детьми в дополнительное время, во второй половине дня, проводить с ними занятия по роботехнике. И уже такие пробные стартовые занятия прошли на наших детках, в нашем детском саду. Они получили большое одобрение как со стороны педагогов, детям это вообще понравилось, для них этих 40 минут пролетело, хотя это, конечно, много для детей дошкольного возраста, на одном дыхании они занимались. Это доказывает лишний раз то, что наши детки самого разного возраста уже приобщаются и к компьютеру, и к электронике, и к технике. И занятия очень познавательные, очень интересные и очень продуктивные. Я так понимаю, они проходили в какой-то игровой форуме? Конечно. А если дети собирали крокодилов и юлу, потом строили программу на мониторе и сами подсоединяли этих фигурок, которые сделали своими руками, лего все же снимаются, детки. Поэтому это развивает и моторику, и мышление, и многие другие функции у ребенка. Все остались доволены. Но самое главное то, что эти занятия ребята проводили на безвозмездной основе и будут проводить. Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Мы заключили с ними уже договор на следующий год, и это будет не только на базе нашего учреждения. Я думаю, что ребята будут другими учреждениями. Поэтому это большой плюс. А есть какие-то у вас еще на сегодняшний момент планы, может быть, не конкретно детализированные программы, но планы по взаимодействию с новыми лицами общественной палаты, которые именно робототехнику развивать планируют? У нас же есть, конечно. У нас же есть большие наработки уже непосредственно с партнерами, по бизнесу, с частными, со спонсорами. Поэтому мы и хотим, чтобы ребята более тесно были связаны с теми людьми, которые оказывали непосредственно спонсорскую помощь для общественной палаты того САЗЭВа. Вот и хотим приобщить их, чтобы они показывали, чтобы они рассказывали, что это полезно, что это нужно, что это действительно нужно. Это ноу-хау. Потому что это наше будущее. А ребята, которые после того, как Дмитрий и его коллеги поработали у вас в детском садике, ребята сами хотели непосредственно потом еще эти руки? Они ходили целую неделю, спрашивали, когда же придут. Во-первых, это мужчины. В саду-то в основном контингент воспитателей женского пола. А здесь ребята молодые, продвинутые. Это уже для них, скажем так, новшество. Во-вторых, это все для них очень новое, потому что совершенно другие материалы, которые предоставляют ребят для работы, для занятий, это классно. Могу сказать. Очень хорошо. Дмитрий Сергеевич, возвращаясь к вашему фестивалю, давайте конкретно уже обсудим, что это было, кто в нем принимал участие, на каких мощностях он проводился. Фестиваль проходил в волейбольном центре города Одинцова. В нем принимали участие педагоги, конечно же, дети, молодежь со всех муниципалитетов Московской области. Очень много, конечно же, было людей из Одинцова, Одинцовского района, потому что фестиваль проходил на нашей площадке. Он состоял из нескольких активностей. Это выставка проектов детей и роботов от компаний, которые занимаются робототехникой. Это соревнования, в которых приняло участие свыше 40 команд со всей Московской области. Это конференция проектов по робототехнике, в которой приняло участие свыше 20 проектов. Безусловно, это был хакатон и другие активности. То есть на нашей площадке было порядка шести, скажем так, активностей, которые собрали весьма разнородную аудиторию и детей, и взрослых. А, пардон, активности — это направление работы в рамках робототехники или я не вполне улавливаю? Ну, скажем так, нет. Одна активность — это, допустим, выставка, другая активность — это форматы. Да, форматы. То есть выставка, она интересна абсолютно всем поглазеть, начиная от маленьких детей, заканчивая бабушками, дедушками и так далее. Соревнования интересны тем детям, которые уже занимаются робототехникой. Также у нас были бесплатные мастер-классы, на которых дети, которые вообще не занимались до этого робототехникой, вне зависимости от возраста, могли посмотреть, что же это такое, сконструировать, спрограммировать первого робота. Было очень интересно. Кто-то вообще в слезах уходил, потому что они хотели расставаться. Вот такие активности. Дмитрий Сергеевич, смотрите, мне понятно, зачем подобные фестивали проводить с точки зрения развития робототехники как направления. А вот давайте с базовых моментов немножечко начнем, поговорим о том, а зачем она вообще нужна, что это такое. Ведь может возникнуть мнение, например, у наших телезрителей, опять же, о том, что проблем-то, например, в том же образовании немало. И даже не только проблем, направлений по развитию современного образования, что среднего, что технического, что высшего, опять же, много. Почему вообще робототехника? В чем ее непосредственный, как сейчас говорят, прикол? Ну, робототехника может в ближайшее время очень здорово изменить нашу с вами жизнь. Как тут уже говорили, это не будущее, это уже настоящее. То есть она уже сегодня изменяет нашу жизнь. По некоторым оценкам, рынок вообще как роботов всяких разных и промышленных, и бытовых, и военных за ближайшие 5-6 лет вырастет почти в 9 раз. И это значит то, что специалисты в этой отрасли будут очень востребованы. То есть если кто-то сейчас думает о том, куда же поступать в какой-то там вуз, в гуманитарный, инженерный, то я бы советовал сделать выбор в пользу инженерного. Потому что роботы очень плотно войдут в нашу жизнь, в первую очередь. Это роботы-пылесосы, роботы-газонокосилки, роботы-мойщики бассейнов и так далее. То есть это уже то, что постепенно входит в наши дома. Конечно, это достаточно дорого и не все могут позволить, но с течением времени их проникновение в нашу жизнь увеличится. Ну, не так давно в Москве, допустим, лет назад в Москве не было автомобилей. Телефонов не было у всех буквально два десятилетия назад, а теперь у всех по два. Сегодня наша столица самый медленный город в мире именно из-за того, что в каждой семье по несколько автомобилей. Так что, я думаю, если вы правы в своих оценках, то робототехника действительно, возможно, просто заполонит наши дома. Безусловно. И действительно станет частью нашей жизни, самой обычной. Сегодня так футуристически звучит. Но, наверное, вы правы. Это уже не будущее, это уже сегодня. Давайте тогда вернемся к теме нашего фестиваля. Вы сказали, что самые разные ребята присутствовали. То есть это было мероприятие некамерное не только для жителей Одинцовского района. Безусловно, да. То есть большой недостаток многих мероприятий из сферы робототехники – это то, что они носят камерный характер. Мы же решили сделать его мероприятием с широким охватом, чтобы там были площадки, которые интересны всем. То есть все могут найти там себе что-то интересное, что-то посмотреть, что-то потрогать, что-то собрать. Кто-то, да, кто участвует в соревнованиях, что-то завоевать, кто участвует в конференции, соответственно, представить свой проект экспертам и получить от них обратную связь. А каким образом, через какие коммуникации вы непосредственно привлекали экспертов и других людей, которые действительно смогли оценить вот эти работы? Ну, надо сказать, что экспертами на этом фестивале были самые разные люди. В первую очередь это инженеры. Надо сказать, что я сам инженер, вот, я из этой среды. И поэтому привлечь, скажем так, экспертов, да, вот, из инженерной области было нетрудно. Вот. Также одним из партнеров нашего фестиваля было МЧС России. Это робототехнический центр. И, соответственно, представители вот этого центра также принимали участие в судействе на конференции и соревнованиях. Дмитрий Сергеевич, вы упоминали, что вы работали в рамках государственного предприятия. Вот как вы считаете, с учетом динамики, которая сегодня в России имеет место быть, вы обозначили срок там 9-10 лет, да? Быстрее, даже быстрее. Несколько лет и в 9 раз масштабы увеличатся, как вы сказали, рынка. А означает ли это, что в государственных предприятиях, в службах, в министерствах, тот же МЧС, например, да, действительно условия труда поднимутся на очень высокий уровень и в них действительно будет иметь смысл работать? То есть, я имею в виду, понимаете, да, именно не коммерческие организации, а государственные. Безусловно, роботы также окажут очень сильное влияние и на работу государственных служб. Как мы видели на фестивале, МЧС России уже активно использует роботов при тушении пожаров, ликвидации всяких кризисных ситуаций. Если говорить про, скажем так, сферу государственного управления, то, я думаю, искусственный интеллект и различные автоматизированные системы позволят значительно ускорить их работу. Я так понимаю, что вы не собираетесь останавливаться на уже достигнутых результатах. В следующем году, я так понимаю, результат этот как-то будет развиваться и фестиваль также будет у нас в продолжении получиться, правильно? Конечно, конечно. А что ожидаете от следующего года? Будете ли как-то увеличивать, возможно, количество ожидаемых гостей? Ну, во-первых, мы будем проводить не один фестиваль, а два. Значит, это будет два мероприятия с немного, значит, разным форматом. Значит, одно из них — это кубок Московской области по робототехнике. Второе — это фестиваль робототехники и технологий RoboCity. Вот. Соответственно, количество гостей мы планируем увеличить в два раза. Значит, это будет означать, что количество команд, проектов, представителей компаний на выставке также увеличится. Также мы планируем предоставлять на безвозмездной, бесплатной основе, значит, выставочные места на этом фестивале для проектов со всей Московской области, которые есть у молодежи в сфере робототехники и IT. То есть они могут к нам обратиться, и мы можем помочь им в презентации своего проекта на этом фестивале. А что касается места проведения, вы собираетесь и дальше в волейбольном центре, да, это проводить? Или, может быть, какая-то у вас будет новая площадка? Ну, это будет зависеть от количества человек, которые заявят, да, участие. Но надо сказать, что уже сейчас поступают заявки от различных крутых, скажем так, площадок. Это парк «Патриот» Сколково как раз на презентации предлагал свою площадку. И, то есть мы подумаем, рассмотрим их предложение. Не исключено, что фестиваль будет проходить и там. А что касается конкретных дат, когда в следующий раз мы сможем побывать у вас в гостях? Конкретной датой я сейчас назвать не могу, но это будет апрель 2018 года. Весна следующая, правильно? Да, да. Ну что же, Дмитрий Сергеевич, я благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Так случилось, что моя коллега Анна Прехина как раз-таки присутствовала на вашем мероприятии. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим уважаемым телезрителям посмотреть, как же все это было на самом деле. На несколько часов Одинцовский волейбольный центр превратился из спортивного комплекса в инновационную площадку будущего. Здесь собрались все те, кто всерьез интересуется программированием и конструированием роботов. Цель фестиваля – заинтересовать молодежь, заниматься техническим творчеством. Это и младшие классы, которые могут поучаствовать в мастер-классах, это и средние. Они вот здесь представлены в виде соревнований, которые уже что-то умеют, которые уже ходили на какие-то кружки. И более старшие, они уже с проектами, они уже могут выступать, они уже готовы делать какие-то мини-свои продукты, мини-макеты. Первый областной фестиваль под названием RoboCity 2017 – это отличная возможность не только узнать много нового и интересного, но и, например, презентовать свой уникальный проект. Ребята с пятого класса могут презентовать сделанные проекты. Проект – это некое устройство, которое выполняет полезную для общества функцию. Допустим, это может быть обогреватель ручек для дверей автомобиля, который помогает открыть ручку при сильных морозах. Сами участники фестиваля признались, что подготовка была серьезной и долгой. Сначала мы с ними проходим базовые механизмы, базовые конструкции. Они набираются опыта, учатся программировать. А вот участие в творческих проектах – это уже подразумевает более серьезную, вдумчивую работу. Здесь, конечно, не обходится без помощи небольших родителей, без помощи тренеров. Сотрудники МЧС представили на выставке машины, которые уже успешно применяются на практике. Эту технику используют в разведывательных работах, притушении пожаров и разборе завалов на местах чрезвычайных ситуаций. На фестивале робототехники можно не только пообщаться с экспертами, узнать много интересного, но также встретиться с настоящим роботом. Команда Одицовского района презентовала этого робота-гуманоида по имени Василий, который реагирует на движение человека. Еще одним экспонатом стал прототип знаменитого дрона из «Звездных войн». Площадка очень интересная. Тут и соревнования, и выставка, и фестиваль. И очень много молодых родителей с маленькими детьми, которые еще явно пришли посмотреть. Они еще не участвуют в соревнованиях, но следующий год уже, наверное, начнут. И это очень здорово, потому что робототехнику надо популяризировать. На протяжении всего дня работали тематические площадки, где можно было послушать лекцию, узнать о последних тенденциях инновационного бизнеса, а также самостоятельно сконструировать робота и принять участие в соревнованиях. У нас проект – экскаватор, копающий противопожарный ров. В нем четыре мотора и два коммутатора. Организаторы фестиваля уверены, что такие мероприятия позволят популяризировать инженерную профессию среди молодежи. И в дальнейшем фестиваль «Робо-Сити» станет традиционным событием. Ну что же, действительно видно, что довольно крупное и масштабное мероприятие имело место быть не так давно у нас в Денцовском районе. Давайте поприветствуем еще одного нашего гостя – Дениса Владимировича Фирса в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Владимирович также новый у нас член Общественной палаты Денцовского района. И как раз-таки, Денис Владимирович, вот вы у нас работаете с Оксаной Григорьевым непосредственно. И работал в прошлом году. Очень хорошо. Денис Владимирович, я так понимаю, что вы с Дмитрием Сергеевичем постоянно у нас находитесь в авангарде нашей робототехники Оденцовской. Расскажите, пожалуйста, вот я посмотрел сюжет замечательно вообще, очень много всего интересного, классного, здоровского. Особенно обратил внимание, там даже был робот знаменитый, легендарный, из киновселенной Джорджа Лукаса, «Звездных войн», там был Денис Р2Д2. А что это вообще? Откуда он взялся? Кто собрал? Ну, у нас на площадке были наши партнеры, которые представляли своих роботов. И один из партнеров – это компания «Фора Роботикс». Это ребята, которые базируются на базе Оденцова. У нас в Оденцово тоже есть хорошие специалисты. Они сделали вот такого робота. Он мог ездить, он мог говорить на своем языке. И вообще само присутствие его, оно поднимало настроение всем. Замечательный робот. То есть это, в принципе, возможно в перспективе превратить в, может быть, даже серию настоящих интересных детских игрушек, правильно ли? Да, причем это достаточно серьезная игрушка. То есть он где-то метр с высоты. То есть это на его создание ушло где-то полгода. Кстати, этот робот был сделан к премьере «Звездных войн». Ну, фильм, который в прошлом году как раз-таки выходил, да? Ну что же, вот на тот момент, я так понимаю, вы еще с общественной палатой плотно не работали, как сейчас. А тот, это какой? Это было у нас, получается, когда у вас? В мае выходил? В мае, по всей видимости, у вас выходило. Или в апреле даже? В апреле. В апреле, весной. Работали. Или, ну, не так плотно, как сейчас, явно. Нет, ну, я, значит, в общественной палате уже больше года. То есть я пришел в общественную палату консультантом-экспертом. В комиссию Оксана Григорина по науке и образованию. И мы вот год проработали в этой комиссии. На самом деле, хочу прорекламировать общественную палату. Вот, очень многие считают, что очень сложно туда попасть. То есть это вот какая-то каста, и там, как туда, вот ты член. На самом деле, приходишь к консультантам-экспертам. То есть если у тебя есть идея, если у тебя есть энергия, если у тебя есть желание, приходи, работа есть. То есть у нас есть прием населения, прием граждан. Мы постоянно обрабатываем их запросы. И постоянно помогаем населению. На самом деле, общественная палата, нехватка людей, которые бы хотели бы работать. Но я так понимаю, еще необходимо обязательно адекватное понимание вообще того, что ты хочешь, и можно ли это реализовать. Потому что я уверен, что людей просто с хотелками очень много. Вряд ли же у вас... Потому что я вот сколько с вами работаю в рамках этой даже программы, я пока что ни разу не видел члена общественной палаты или эксперта-консультанта, который пришел с каким-то абсолютно невероятным проектом, который нельзя реализовать. Соответственно, и отбор у вас тоже достаточно серьезный. Ну, значит, я передам... Проблемы появляются на выездных приемах, перебью, Денис Владимирович, извините. Когда выезжаем на ежеквартальные выездные приемные по поселениям, да, мы же видим проблемы. Самые основные проблемы — это естественное ЖКХ, здравоохранение, образование, да. Это проблемы ежедневные, обыденные. Но в то же время очень много молодых людей, вот именно молодежь и юноши, которые вот этой тематике, роботехнике, уделяют большое внимание. Поэтому вот этот вот именно проект, который мальчишки и молодые замутили, скажем так... В фестивале уже. В фестивале, да. Но это настолько нужно сейчас. Я считаю, что это правильная идея, и она уже воплощена в жизнь, потому что получила одобрение на таком высоком уровне, поэтому она будет развиваться и будет только расшириваться. Расширяться, да, прошу прощения. Я правильно понимаю, что с того момента, как вот произошел второй еще набор несколько лет назад общественной палаты... Сейчас третий созыв, кто был второй созыв. Да, я именно про второй говорю. С тех пор ведь у нас довольно серьезно расширились связи между общественной палатой и местными властями, предпринимателями и так далее. Совершенно право. Ага, то есть можно ли так сказать, справедливо ли это будет, что сейчас молодое поколение, вот Денис у нас Владимирович, Дмитрий Сергеевич присоединились к общественной палате. Я правильно ли могу сказать, что благодаря палате они смогут более быстро, плотно и конкретно оперативно работать с соответственными людьми? Совершенно верно. И у нас очень много молодежи в общественной палате, как во втором созыве было, так и в третьем созыве, вот сейчас уже в новом. Очень много молодых ребят со своими идеями, и которые вот хотят именно работать. Не просто пришли и сказали, вот вам идея, а вы делайте. Нет, у нас таких нет. Ну о чем я и говорил, хотелки. Да, хотелки. Пришел, сказал, а вы тут воплощаете. Нет такого. Сейчас именно вот ребята деятельные. За что им, конечно, большое спасибо. Они молодцы. Я бы хотел еще добавить, то есть по поводу себя. То есть я всю жизнь тоже постоянно занимался общественной какой-то деятельностью. И в доме, то есть в совете дома я состоял, постоянно воевал с ЖКХ, то есть отстаивал позицию. И вот это вот начало у каждого общественника, у каждого члена, консультанта, эксперта, оно присутствует. И мне кажется, что все-таки хорошее притягивает хорошее. Поэтому у нас очень сплоченный коллектив и очень хорошая команда сейчас подобралась. Ну, тогда очень интересно поговорить о ваших дальнейших планах. Если я не ошибаюсь, у вас имеется в ближайших, причем, планах создание, разработка Центра молодежного и информационного творчества. Инновационного. Очень интересно. Что же это такое? Это специальная площадка, то есть оборудованная современными механизмами, скажем так. Это 3D-станки, это 3D-сканеры, это фрезерные станки. И другие, почему вот инновационные, потому что это самое современное оборудование. На нем мы предлагаем детям, то есть от начальных классов до молодежи, до студентов делать свои проекты. Причем делать проекты абсолютно бесплатно. То есть это тоже своего рода общественный, на общественных началах это делается. Это совместный проект, соответственно, правительства Московской области и администрация Денцовского района. Вот и общественный проект. А кто будет непосредственно... Вот для этого будем искать спонсоров, которые согласны... Давайте, вот я как раз хотел вас спросить, а кто будет преподавать и на какие... Ну, естественно, преподавать будут ребята, вот. А финансирование будет, наверное, все-таки от спонсоров, потому что это мы все понимаем, что нужна, во-первых, и бумага, правильно, для печати. Это же будет, я понимаю, Юрий Владимирович, во нерабочее время, потому что вы же все постоянно заняты в собственных делах. Ну, да, то есть мы заняты, но у нас есть в организации штат преподавателей и штат специалистов, которые умеют работать с этим оборудованием, то есть они будут и работать. А что касается финансирования, то согласен, что на общественных началах долго не протянешь, вот, поэтому у нас есть параллельно с бесплатными кружками будет еще и платная часть, то есть некая коммерческая составляющая, на которой мы будем существовать и жить. На возмездное, я смотрю. На возмездное. Но я так понимаю, что в рамках работы с общественной палатой, которая у нас, конечно, является некоммерческой организацией, и поначалу вы будете стартовать именно на абсолютно благотворительном... Абсолютно благотворительное. Для этого вот мы участвовали в конкурсе на субсидию в Московской области, и она выделила определенный бюджет на первый год. То есть чтобы первый год мы могли на бесплатных, то есть на безвозмездных началах закупить оборудование, закупить материалы и запустить годичный курс. А у вас имеется какая-то, тем не менее, бизнес-модель со сроком окупаемости этого проекта и так далее? Конечно, тут вопрос в том, что вы хотите получить от этого проекта в конечном счете, но тем не менее, вот что для вас будет все-таки действительно показателем успешности? Определенно, может быть, количество ребят, которые у вас будут? Или действительно какая-то прибыль, которую вы ожидаете получить по окончанию этого срока окупаемости? Ну, тут во мне борются два начала. Это общественное и предпринимательство. Потому что я все-таки у нас с Дмитрием Сергеевичем Мартыновым это коммерческая организация. Поэтому, естественно, мы будем просчитывать, то есть просчитали даже, о том, чтобы эта организация, то есть она приносила нам еще и прибыль. Но по поводу, что я буду считать успехом. На мой взгляд, успехом будет как раз тот момент, когда наши дети выйдут на новый уровень подготовки проекта. К чему все это стремится? То есть я уже более трех лет занимаюсь проектной деятельностью с детьми на базе школ. И готовлю детей от стадии идеи проекта до стадии реализации, до стадии презентации. На мой взгляд, у нас есть все возможности с появлением Смита сделать Московской области одним из лидеров робототехники России. Ну и непосредственно у вас, как у человека, который долго и многие годы занимается работой с детьми, конечно же, будет возможность сразу оценить, получилось или нет. У нас, к сожалению, уже заканчивается наше время. Спасибо огромное, что вы к нам приезжали. Я думаю, что когда мы в следующий раз с вами увидимся, у вас уже будут более конкретные результаты. Первые наверняка работы. Это вот Смита мы сможем хоть какие-то предварительные итоги подвести. Да, придет стадий с роботом. Да, и хотелось бы пригласить всех детей Одинцовского района в наш СМИД, то есть заниматься техническим творчеством, заниматься самым современным направлением. Ну, а так как вы теперь член общественной палаты, то непосредственно через комиссию, которая занимается вопросами образования, я думаю, наши жители смогут эту информацию получить. Спасибо, что вы к нам приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о робототехнике, познакомились с еще двумя новыми людьми в общественной палате Одинцовского района. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните нам в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи и там же имеется адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Всего вам доброго, до свидания и берегите себя. Продолжение следует...